Добрый день, уважаемые дамы и господа! Вы слушаете радио «Народная волна» на частоте 15.90 AM на нашем веб-сайте radio.nvc.com и, конечно же, на нашем YouTube-канале. Наш эфир продолжает программа «Час Ивана Денисова». Здравствуйте, Иван. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители. Сегодня исторический день. Впервые я во время передачи вижу Сергея. На этом настоял мой офис-менеджер. Я не возражаю. Голос за кадром, и как-то это выглядит не очень хорошо. Я все время со мной воевал на эту тему. Ну вот сегодня я сдался. Иван, прошлый раз у нас не хватило времени поговорить о событиях восьмидесятилетней давности. Я имею ввиду интернирования американцев японского происхождения. Давайте об этом. Наверное, тема вроде бы далекая по времени, но странные параллели все-таки возникают. Правда, да, еще особенности нашего времени в том, что, как я опасался, мне теперь лучше не оглашать имя, которое вы все, надеюсь, уже помните, и кого я исправно благодарил все эти годы. Ну, потому что сейчас лишние имена у нас лучше не произносить. Поэтому, знаете, кого я благодарю, кто не знает, можете уточнить. Ну, увы, сейчас имена лучше не называть. Времена у нравы. Насло такая ситуация. Да, ну а что касается интернирования. Естественно, преобладающая оценка этой истории негативная и со стороны и либералов, и многих консерваторов. Тем более, что на самом деле, когда все это происходило в 42-м году, то как раз люди, в основном консервативные взгляды, были так или иначе против. Так называемые старые правые, например, Эдгар Гувер, ни много ни мало. При том, что Эдгар Гувер, то он прекрасно осознавал масштабы японского шпионажа в Америке, они были серьезные. И хотя, естественно, в тени, скажем, немецкого или советского, но японский шпионаж был. Однако, если оценивать события, которые привели вот к тому самому приказу Рузвельта 9066 от февраля 42-го года, который подразумевал, что военные имеют право определенные территории, контролировать и оттуда переселять граждан в интересах военных действий, он ведь появился не на пустом месте. И не только потому, что существовали действительно серьезные антияпонские, существовали серьезные антияпонские настроения, о чем, кстати, Гувер тот же самый предупреждал, говоря, что они могут стать серьезной угрозой, как и, впрочем, и шпионаж. Но опасность она была, хотя в основном она исходила не столько даже с западного побережья, где преимущественные происходили вот все эти печальные события, сколько на Гавайях. Скажем, сенатор Дэниел и Нуя, но на тот момент еще школьник. С ним в 1939 году случилась такая история, он ходил в школу японскую на Гавайях, которая должна была помогать японцам, ну, американцам японского происхождения сохранять какие-то связи с родиной предков. Ну и когда он обнаружил, что там ведется откровенная антиамериканская пропаганда и прославление всего японского, то и пытался протестовать, и его оттуда выкинули в прямом смысле этого слова. Дальше не стоит забывать, на что, например, указывает Кен Масуги, как вы можете понять по его фамилии, это человек сам из американец японского происхождения, довольно известный консервативный автор и политолог, чьи родители и многочисленные родственники тоже попали вот под это самое интервенирование. Так вот, Масуги, он считает, что не стоит торопиться осуждать Рузвельта, а стоит вспомнить, например, что реальные основы для этого приказа, который произошел, повторяю, был издан в феврале 42-го года, были события декабря года 41-го. И не Перл-Харбор даже, а то, что случилось на острове Нихау, все в том же самом гавайском районе архипелагии, если угодно, где через несколько часов после начала боевых действий совершил аварийную посадку японский самолет. Местные граждане нашли самолет, нашли пилота, и, будучи американскими гражданами, но японского происхождения, объявили, что остров теперь принадлежит японцам и попытались его подчинить и сделать этого самого летчика чуть ли не главным человеком на Нихау. Но, к счастью, население все-таки оказалось преимущественно лояльным и провело с вот этими фермерами воспитательную беседу, как и с пилотом, а точнее их просто убили. Но, как бы то ни было, факт оставались фактами. Если обычные люди, которые вроде бы, может даже в эти школы, про которые вам рассказывал, в которые угодил иное, даже если они в такие школы не ходили, а вроде бы жили себе и никого не трогали, но если появление на горизонте одного единственного японского пилота вдруг вызывает у них такую реакцию, то опасность, она реально есть. И действительно, военные получают право, если они видят эту опасность, а на тот момент она, повторяю, была, то могут действовать, делать то, что они делают. Дальше, собственно говоря, само переселение. Есть такая легенда, что оно происходило втайне? Нет, совсем нет. О нем писали очень многие. Кто-то выступал против, кто-то выступал за. И представьте себе, некоторые организации американцев японского происхождения, его поддерживают. Скажем, организации американцы, длинноватое название, но тем не менее, американцы японского происхождения за демократию, во главе с госпожой Теру Мацумото, высказались однозначно за, что сейчас Америке нужна победа, и таким образом мы должны, как лояльные и патриотичные американцы, забыть о том, откуда мы родом, и приветствовать все, что делается для борьбы с общим врагом. Были, конечно, тоже японские организации против, но, повторяю, единого мнения, что вот либо никто ничего не знал, либо все были против, отнюдь нет. Ситуация была таковой, что кто-то за, кто-то против. У того же Масуги кто-то из его родственников, кто там угодил под интернирование, кто-то пошел добровольцем воевать, а кто-то пошел в тюрьму, отказавшись участвовать в войне против Японии. Поэтому, действительно, это была проверка на лояльность и очень-очень серьезная. И далеко не все американцы японского происхождения, к сожалению, ее прошли. Это тоже следует понимать. Сами эти самые лагеря, их теперь принято называть концентрационными, но это, конечно же, неправда. Потому что в них изначально, да, обстановка была достаточно спартанская, но постепенно стало все более-менее развиваться. Удобство, развлечение, даже органы самоуправления. Конечно же, это слабое утешение тем, кто там оказался, скажем, в штате Айдахо, например, такой был лагерь. Но, с другой стороны, называть его концлагерем – это оскорблять память тех, кто попал в реальные концлагеря. И более того, из этого лагеря можно было уехать, представьте себе. То, что американцы японского происхождения в него попадали, это не означало, что они считались заключенными. Если у человека появлялось желание и возможность идти в колледж или на работу, то он спокойно мог оттуда, или она, мог спокойно оттуда уехать. Такого, что туда вошел и никуда оттуда не вышел, нет. Это, повторяю, было переселение, а никак не заключение. И снова упоминаю все того же Масуги, который достаточно подробно эту историю рассказывал на примере своих многочисленных родственников. Его кто-то, как я уже сказал, пошел в армию, кто-то пошел в тюрьму, а кто-то, оказавшись в этом самом лагере для интернирования, нашел себе как-то там на расстоянии работу и переехал никуда-нибудь, кстати, в Чикаго. Мама его, насколько я помню, как раз поехала туда работать. И ничего, никто ей никаких палок в колеса не ставил, никаких возражений не было. Потом, естественно, было объявлено, что это ошибка, и что до сих пор выплачиваются какие-то компенсации, насколько я помню. Но они точно выплачивались в 80-е годы. Но что самое интересное, еще с этим интернированием связано решение Верховного суда, которое считается одним из худших, это решение 44-го года, кремацию против Соединенных Штатов. Кремацию, ну это было как раз, как вы понимаете, по фамилии, один из тех, кто пытался, насколько я помню, уклонился от этого интернирования. Но он пытался изо всех сил добиться того, что его признали незаконным. Там было два решения, Пчелохир Бояш, потом Кремацию. Ну, Кремацию более знаменитый, потому что это было решение 6 против 3, и большинство сошлось на том, что во время военных действий, как написал судья Блэк, он был автором решения большинства, во главу угла ставится не расовая дискриминация, и что японцы пострадали не потому, что они были японцами, а потому что нужды военного времени ставят такую вот необходимость, что приходится делать то, что приходится делать. И среди тех, кто его поддержал, судью Блэка, был судья Франкфурта, например, который считался воплощением вообще либерализма. Из решений, которые были против, самым показательным было решение судей Джексона. Джексон это вообще был, пожалуй, самый яркий судья той поры в Верховном суде 40-х годов. Его туда назначил Рузвельт, более того, Джексон был из окружения Рузвельта, но оказавшись в суде, Джексон стал достаточно независимым, и он предложил достаточно интересную трактовку вот этого закона, или этого указа президента, а именно, что оспаривать его необходимость на 1942 год Верховный суд в принципе не может. Потому что действительно, когда складывается такая ситуация, что надо добиваться победы любой ценой, ну, стоит понимать, что, увы, военные здесь имеют некий приоритет и их решение. Но, с другой стороны, почему Джексон не поддержал мнение большинства, ни в коем случае нельзя признавать такие указы и такие действия за следующими конституциями. Потому что надо понимать, что вот был момент, когда это было необходимо, а если вы признаете, что это, да, соответствует конституции, то это означает, что и в мирное время к подобным мерам можно прибегать. А это в корне неверно. То, что хорошо на военную эпоху, то плохо во время мирное. И если вспомнить, что Джексон еще придерживался того мнения, что вообще вот все экстренные ситуации и так далее, они, в принципе, опасны, потому что дают слишком много власти кому угодно, то понятно, что это вполне в его юридическую и жизненную философию, конечно же, укладывалось такое отношение. Поэтому я вот думаю, я вот с ним, например, согласен и считаю, что Джексон был абсолютно прав. Да, 1942 год, учитывая те ситуации, что я вам изложил, и общую обстановку надо было, но потом надо признать, что это была такая необходимость, и что ни в коем случае это не может быть закреплено решением суда. Вот так вот. Ну, в дальнейшем события, последовавшие после 1944 года, они, конечно же, как я сказал, практически все, и либералы, и консерваторы все были, осуждали. Это случившееся и решение Кремацу уже полностью, так или иначе, отвергнуто всеми судьями, включая консервативных. Но, что интересно, история интернирования японцев, она стала снова актуальной в начале века 21-го, когда, вы помните, после терактов 11 сентября и начале боевых действий в Афганистане и в Ираке, ну, возникла необходимость и серьезный вопрос, а что, собственно говоря, насколько лояльны мусульмане, проживающие в Соединенных Штатах. И тогда, например, появилась достаточно скандальная книга Мишель Малкин, вы знаете, консервативная обозревательница, которая по происхождению Филиппинка, кстати, которая, собственно, так и называлась «защита интернирования», где она описывала, объясняла, почему была необходимость прибегнуть к подобным мерам тогда, ну, и проводила некоторые аналогии с той опасностью, которую могут представлять и представители исламской общины в Соединенных Штатах. Что интересно, среди тех, кто опубликовал положительную рецензию на книгу Малкин, был Томас Соуэлл, великий автор, вы знаете, и на тот момент ведущий консервативный мыслитель вообще, и то, что он поддержал, в общем и целом, оценки Мишеля Малкина, но это тоже показатель, что даже среди консерваторов вот какие-то сомнения и понимание того, что отчаянные времена требуют отчаянных мер, оно все-таки сохраняется и сохранялось. Сейчас, да, вот только что и опять Байден там произнес какую-то речь, насколько я помню, и опять общее настроение было, что все это надо осудить и оставить в прошлом, но в реальности, что самое интересное, со знаком минус, конечно, проблема-то ведь снова может возникнуть, может не в такой форме, как интернирование, но в каких-то других, и, увы, здесь пострадать могут как раз русскоязычные обитатели Соединенных Штатов. И хотя, я признаюсь вам честно, с эмоциональной точки зрения, поскольку, ну, доводилось мне наблюдать, сталкиваться и читать тех граждан, которые, проживая в Соединенных Штатах, обожают Путина, или приезжают сюда там на неделю-две, говорят, как тут все замечательно в России, какие вы счастливы, а потом уезжают страдать к себе в Америку, говоря нам, что вот, ай-яй-яй, не ругайте своего вождя, вот, у вас все хорошо, это у нас все плохо, поэтому мы будем жить у нас и восторгаться вами издали. Ну, вот у меня, честно вам признаюсь, возникает такое мнение, что вот для подобных людей это самое интернирование было бы самым мягким взысканием, и это лучшее, что могло бы с ними случиться вообще. Но проблема в том, что пострадают-то все в результате, и те, кто прекрасно понимал и понимает, что такое путинский режим и то, что он делает, и те, кто, как я сказал, реально заслуживают вот такого вот интернирования. Такие люди всегда есть, уж поверьте мне. Поэтому сейчас, ну, что я могу вам посоветовать отсюда, где у нас, где мы сами можем погореть, и гораздо хуже, чем любой интернировник, я вам его описывал. Японцы-то все-таки сделали выводы правильные, и очень и очень многие, они, как я уже сказал, подчеркнуто, делали все, чтобы свою лояльность и патриотизм, патриотизм и преданность своей стране, то есть Соединенным Штатам продемонстрировать, они это сделали. И в нынешней ситуации, конечно же, надо, да, пытаться, во-первых, как я считаю, сейчас вообще необходимость в изучении русской истории и культуры, чтобы лучше, не потому, чтобы ее любить, хотя это неплохо, а чтобы понимать, что здесь происходит, и понимать, с чем вы все столкнулись на Западе, так как многие из вас уже не вполне понимают, что здесь это происходит, это неизбежно. Так вот, изучение истории и культуры, это, конечно, обязательно, но то, что будет подобное тому, и уже происходит, как я знаю, тому, что было с японцами, это тоже неизбежно. И решать этот вопрос все-таки вам. Японцы его решили, они свою роль в американском обществе доказали, они стали важной частью, и более того, многие, как тот же самый Кен Масуги, столь часто мной упоминаемый или иное, все они разумно оценивали ситуацию 40-х годов и стали действительно выдающимися гражданами своей страны, как и многие другие. У вас тоже есть шанс показать, что русскоязычные американцы ничуть не хуже японцев. И, к счастью, я очень надеюсь, что до прямого конфликта дело не дойдет, и что все останется вот... Лучше бы, конечно, этого не оставалось, лучше бы, чтобы все это закончилось поскорее. Но в данной ситуации я очень надеюсь, что все русскоязычные американцы покажут себя с достойной стороны. А вот что считать достойным, ну, это уже вам решать, и как себя вести в этой ситуации. Я свое видение вам обрисовал. Если, Сергей, что-то добавит, с удовольствием передам слово. Абсолютно верно. Вот вы затронули эту тему. К сожалению, уже на сегодняшний день мы являемся свидетелями того, что к русскоговорящим... Ну, нагнетается такая атмосфера. К нам в редакцию довольно много звонков раздается по поводу того, что то там ребенка в школе избили, то в бизнесе какие-то атакуются, которые несут в себе какое-то название и там слово «русский» или что-то такое, это имеет место быть, и это тревожит людей, несмотря на то, что независимо от того, к какой этнической группе относятся люди и принимают участие в ралли всевозможных в поддержку Украины и дают, сделают донейшн для того, чтобы поддержать, помочь украинцам, оказавшимся в этой трагической ситуации. Тем не менее, действительно имеют место быть такая дискриминация, такое довольно агрессивное отношение к русским. Я уже упомянул, наверное, есть случаи, когда ребенка там в школе избили или начинают буллинг устраивать в отношении русскоговорящих детей, причем независимо от того, русский он или не русский. Видите, преступление режима, оно всегда в том и заключается, что от него страдают те, кто от этого режима бежал. К сожалению, это неизбежный факт, потому что у большинства людей восприятие достаточно двухмерное. И если ты вот относишься к такой-то категории, значит, ты неизбежно поддерживаешь этих самых нелюдей, которые устраивают то, что они устраивают. И, естественно, объяснить это очень сложно. Ну, потому что если человек, в принципе, агрессивен, и он ищет повода подраться, да еще с ребенком, то он его найдет всегда. Ну, я... Мне трудно вам что-то посоветовать серьезно. И, вернее, как вот этот вопрос решить, я описал в общих чертах. Я просто уже... Мы тут все в результате с вами получились странным образом в одной лодке. Поэтому я просто желаю вам удачи вот всем, кто действительно адекватный, всем, кто понимает, что происходит, и всем, кто понимает, что нынешний режим из себя представляет, и тем не менее вынужден страдать из-за него. Ну, вот мы с вами, да, оказались в такой ситуации. Надо выстоять, а что делать? Придется. Тем более, что сложность заключается в том, что средства массовой информации действительно как-то очень, знаете, так, гиперактивно вот эту тему русского. Ассоциируется все ведь с русскими. Неважно, режим это, не режим. И в самой России ведь есть достаточно людей, которые противостоят режиму и которые не согласны с режимом. Но тем не менее, если со стороны смотреть, то, скажем, это вся Россия. Все, кто живет в России, это все враги и, так сказать, заслуживают худшие доли. Поступают звонки с просьбой, давайте что-то организуем. Я, честно говоря, не против что-то организовать, только не могу понять, что мы можем организовать. Русские, русскоговорящие принимают участие в этих ралли. Я уже сказал, что выйти отдельной демонстрации и принести российский флаг над головой. так не понимаю даже, как в этой ситуации поступить, чтобы практически что-то сделать. Давайте попробуем принять звонок. Может быть, нам что-то посоветуют. Добрый день. Здравствуйте. Ну, по-саму, это очень трудно. Просто я знаю, что украинские люди, которые воюют и в территориальной обороне участвуют, они просили, чтобы больше, как бы, принимали участие в этих выступлениях за то, чтобы закрыть небо. Что надо массовые выступления в Америке, особенно в Америке и в Великобритании, потому что именно от этих стран это зависит. Но вот вы говорили, что там какие-то преследования. У меня, наоборот, был очень хороший опыт с моей соседкой. Она из Южной Америки. Она меня спросила, откуда я. Я сказала, из Украины. Она сразу сочувствие начала выражать и спросила, или я могу найти какой-то, ну, какой-то способ, чтобы она дала донейшн. попросила как бы найти адрес или что-то такое. Поэтому, ну, может быть, малообразованные люди типа БЛМ занимаются вот этим этой травлей, как бы, им кого бы не громить, лишь бы громить. А вот люди, которые действительно сочувствуют, ну, не, не, как говорится, неогомно вот так вот кого-то преследует или что-то. Я так понимаю. Да, спасибо. Да, понимаете, опять момент. Вы же и сказали, что вы из Украины, правильно? Абсолютно. Если бы сказали, что вы из России, ну, не знаю, может, женщина правильно бы отреагировала, а кто знает. Совершенно верно. И еще. Вы, в прошлый раз, когда мы беседовали, вы совершенно справедливо заметили, что обе партии используют эту трагическую ситуацию в политических целях. скажем, Майк Квигли есть такой конгрессмен, и, по-моему, его округ как раз распространяется на часть территории, где проживают украинцы, и он пришел, демократ, пришел там на митинг, на ралли, так же, как и губернатор Притцкер, пришел на митинг, на ралли выступил. То есть, стоит этому человеку сказать какую-то фразу в поддержку Украины, и он становится героем нации. А вот то, что его партия за что голосовала, что делала по отношению к Украине, в том числе и он голосовал за то, что делала его партию по отношению к Украине, это как бы уходит на второй план, потому что не все следят за тем, что реально происходит. А вот появился на людях такой фотоапп сделал, сказал, да, почему это НАТО священное, а Украина не священная. Все, он становится герой, и, безусловно, он найдет поддержку среди украинцев, которые будут голосовать, вот буквально, я не знаю, будет ли он на праймерис, будет ли кто-то его испытывать на праймерис, но на выборах генеральных я уверен, что украинцы опять проголосуют и за Дэнни Дэвиса, и за Майка Квиглы и так далее. То есть все используют, все политики используют это в своих целях, и довольно легко, особенно в такой напряженной ситуации, появиться на телеэкране, сказать несколько правильных слов для того, чтобы завоевать сердца людей, которые сейчас под стрессом, под таким находятся. К сожалению, глубже никто не смотрит, им глубже смотреть не надо, а посмотреть, задуматься, с чего это началось, почему до этого дошло, почему довели до этого, почему, скажем, меры, которые сейчас под давлением общественности принимаются, и то полумеры, а не полные меры, а почему они не принимались раньше, это как-то уже никого не интересует, к сожалению. Иван, мы, наверное, должны сделать небольшой перерыв, послушаем рекламное объявление. Уважаемые дамы и господа, если у вас будет желание задать вопрос или прокомментировать, телефон в студии 847-400-5200, но уже после рекламы. Возвращаемся в программу «Час Ивана Денисова». Телефон в студии по-прежнему 847-400-5200. Если будут вопросы, пожалуйста, звоните и задавайте. Ну, а сейчас, если можно, о выборах в Южной Корее. Да, мотоцикл с вами идет везде такой негативный поток, поэтому решил я такой коротенький положительный момент вставить, что некоторые хорошие вещи все-таки в мире происходят. Ну, по крайней мере, сейчас они кажутся хорошими, какими окажутся, тоже мы посмотрим. И то, что за последние два года правые консервативные партии либо теряли свои позиции, либо уподоблялись партиям левым и либеральным, это, к сожалению, безусловно, по разным причинам, но в нынешней ситуации, когда, в общем-то, понятно, что либеральная политика, она не работает, делает страны, ну, условно говоря, запады, хотя не только, как вы сейчас увидите, слабыми и ничего не может противопоставить грубые силе, ну, появляется какой-то интерес и к достаточно сильным консерваторам, и есть вероятность, что мы возвращение увидим, вот вопрос не слишком ли поздно, конечно, и Южная Корея, это, в общем и целом, показатель, потому что вот этот треугольник, про который я так часто люблю вам говорить, и который поддерживает Соединенные Штаты уже давно, и на который в свое время даже, казалось бы, изоляционисты 40-х-50-х годов обращали внимание, как на такую основу внешней политики, даже большую, чем Европа, а именно Япония, Тайвань и Южная Корея, но вот в последнее время Южная Корея, когда-то при президенте Му Джиине левом достаточно, она оказалась слабым звеном, потому что Му Джиина, он тянулся к северокорейцам с какими-то невнятными инициативами, ссорился с японцами, даже, вы помните, рассказывал вам историю, когда был момент, что прекратилось практически сотрудничество японско-южнокорейских разведок, и Помпео, госсекретарию, пришлось с этим разбираться, но на Тайване, хотя там правят, и условно говоря, тоже достаточно такая левоцентристская партия, но их достаточно жесткая антикитайская позиция, она все-таки, к счастью, им позволяет сохранять тесный контакт с Японией. В Японии пока консервативные позиции, к счастью, незыблемы, их поведение во время ковида нам об этом напомнило. Но вот в Южной Корее случилось то, что, к счастью, должно было случиться, там была очень скандальная кампания, обвиняли обоих кандидатов, что они такие-сякие, что кандидат консервативный, что он там с шаманами связался и так далее, и так далее, и что он корейский Трамп, ну, естественно, Кей Трамп, какое еще может быть самое страшное оскорбление на сегодня. Но, тем не менее, может, без яркого и без серьезного отрыва, но Юн Сук Ёль, это три разных слова, если что, Юн Сук Ёль, он победил, и теперь, хотя ему там еще и с парламентом надо, конечно же, дела улаживать, но если его политика будет реализовываться, то, возможно, мы с вами увидим, что вот этот треугольник наконец-то будет действовать. А Юль, он во внутренней политике позиционирует себя противником вот всех этих воу-калчур, да, там, феминистских заскоков и так далее, то есть, социальный консерватор, и, что еще важнее, он планирует очень сильно ослабить, а то и отменить правительственное регулирование экономики, потому что себя позиционирует сторонником американской рыночной модели, чикагской школы, если угодно, Милтона Фридмана, и считает, что правительственное вмешательство в экономику должно сводиться к минимуму. Что, кстати, на сегодняшний день большая редкость, потому что даже многие консерваторы, увы, все чаще и чаще злоупотребляют чрезмерным вмешательством. Опять же, за время ковида мы с вами это видели. Но, кроме того, Юль, он бывший прокурор, и будем надеяться, что и в смысле преступности он понимает, что и как надо с ним бороться, и коррупции. Ну, а что касается политики внешней, то Юн Сук Йоли, он, в общем, последовательно себя делает сторонником Японии и Соединенных Штатов, и видит именно во взаимоотношении с ними будущее страны, поэтому в Японии уже так высказали осторожный оптимизм, но Азия там старается быть осторожными. И в Северной Корее Юль планирует разговаривать, да, переговоры, он от них не отказывается, но с позиции силы ужесточения санкций, и, в общем, может только пожалеть, что не было его во время правления Трампа, потому что вот с таким суровым южнокорейским президентом Трампу было бы, и Помпео было бы, ну, да, было бы легче вести переговоры, конечно же, с Севером, чем при этом либерали, который до того был. Но, тем не менее, посмотрим, конечно же, как и что у него получится, но пожелаем безусловно удачи, потому что, во-первых, южнокорейскую консервативную традицию, она там довольно-таки серьезная, и еще великий Лис Энман, первый лидер Южной Кореи, был примером для многих лидеров, и выступал, кстати, за войну с Северной Кореей до победы, чему ему не дали американцы сделать, Марк Кларк, генерал это описывал в своих мемуарах, и признавался, что он понимает Лис Энмана, но, увы, давление американских властей не позволяет ему дальше разбираться с коммунистами, тем не менее, вот, эта традиция непримиримости к коммунизму, она, увы, слегка обмякла, но, будем надеяться, что Юн Сук Ёль ее вернет, потому что сейчас же какая ситуация, китайцы смотрят на то, что будет с путинскими заключениями в Украине, и на реакцию Запада, и в зависимости от этого они будут строить свою собственную политику, либо усиливать конфронтацию, если видят, что Запад никак не отреагирует, и Тайвань по-прежнему у них в прицеле, если же Запад продемонстрирует слаженность и готовность до последнего противостоять действиям кремлевского режима, то Пекин, конечно же, озаботится, а надо ли действительно так дружить с Путиным, и тогда это не означает, что Китай исправится, конечно же, с Китаем всегда надо держать ухо в остро, но, тем не менее, надо быть к этому готовым, и если у Китая еще будет представление о том, что Япония и Южная Корея взаимодействуют и поддерживают Тайвань и будут частью вот этого альянса антитоталитарного, антикитайского, то, конечно, товарищ ХСИ десять раз подумает, прежде чем прибегать к каким-то решительным и опасным телодвижениям. Поэтому, конечно же, ничего нельзя предсказывать, любой политик может нас разочаровать, и там буквально через несколько минут я даже про одного такого скажу, пару слов, но в целом пока это положительный момент. Крепкий азиатский альянс, давление на Китай и в более широком смысле возвращение социальных, экономических консерваторов, к тому же ястребов во внешней политике, это, я считаю, момент весьма и весьма положительный. То, что это происходит в Азии, а не в Европе, значит, тут маятник качнулся туда, что тут скажешь. Здесь, пожалуй, молк, но если Сергей что-то добавит, с удовольствием передам слово. Давайте попробуем принять звонок. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте, Сергей, здравствуйте, Иван. На прошлогодних лених каникул мы ему внуку дали задание прочитать несколько книг и в том числе книгу одного американского автора японского происхождения, которая описывала как раз то, что вы рассказали, у него концлагеря, скажем так, японских, якобы, на территории Соединенных Штатов. И там он говорит о том, написано о том, что якобы содержали конюшнях, коровника, где они там мерзли и так далее и тому подобное. И вот дети, в том числе мой внук и моя дочь, я, они очень сильно были, ну, сочувственно отнеслись к тому, что написано в этой книге и я стал возражать вроде, вот, я был теми знаниями, которыми выделились только что, вот, но они этого не понимали. И вот на фоне 9-11 и того, что вот наши нью-джерсийские арабы радовались и, к сожалению, вот наши, мы ожидали того, что, возможно, и наше правительство повторит то, что сделал Рузвельт в начале 40-х годах. Но почему-то это не произошло и число беженцев из арабских стран стало увеличиваться в таки, как Амар и Рашида сейчас у нас спокойно сидят в Конгрессе и открыто уже ненавидят нашу страну. К сожалению. Спасибо. Да, спасибо вам. Но я очень рад, что вы согласны со мной, потому что тема, конечно, спорная, но, тем не менее, вы знаете, я Рузвельт и небольшой поклонник вообще, но в этой ситуации я тоже считаю, что все-таки он был прав. Вот эта книга, о которой говорил наш радиослушатель, и не только эта книга, и вообще то, что преподавается в школах и в университетах, в колледжах, оно имеет последствия. Опрос Pew Research показал, что, ну, был вопрос задан, если, так сказать, кто-то нападет на Соединенные Штаты, вы предпочтете остаться и защищать, или вы покинете страну. 64% сказали, что останутся и будут защищать, ну, возможно, кто-то там останется, потому что по семейным обстоятельствам просто там может малые дети, может родители, неважно, но, то есть, можно было еще разбивку сделать. А 38% сказали, что покинут страну. Ну, а если разбивку сделать там по партийной принадлежности, то получается, что лишь 40% демократов готовы защищать эту страну? А 60% я ни в коей мере не хочу, чтобы была война, нет, нет, но если это способ избавиться от демократов, повторяю, это мрачная шутка, не относитесь к ней серьезно. То есть, 60% демократов воспитаны в ненависти к этой стране и голосуют, кстати, за людей, которые также ненавидят эту страну. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Алло, добрый день. Добрый день. Здравствуйте, Иван, здравствуйте, Сережа. Я хочу просто Ивану там добавить. Вот смотрите, я тут уже не воспринимаю, кто тут демократы и консерваторы. Они у меня на одно лицо. Они просто переобуются, как говорят везде на русском языке быстренько и будут делать то, что они считают нужным, чтобы зарабатывать там деньги. Это я вам так к слову, потому что вы на той стороне, а я на этой стороне и много лет тут прожил. По поводу Китая я вам скажу следующее. Значит, когда я приехал в 92-м году, тут еще были газеты, советские известия, литературная газета «Правда». И я читал, у меня была возможность, так сказать, не вливаться в рабочий люд, а ходить и читать, и думать. И я запомнил одну уникальную статью русского журналиста, который рассказывал, как нельзя поступать с китайцами, когда они на Дальнем Востоке уже заходили бедные боссы. Они заходили бедные боссы, он говорит, а завтра они будут там доминировать. Это было больше 30 лет назад. А теперь дальше скажу, вы помните, знаете, что сказал Дэн Сиопин, если нам нужно будет строить социализм в 100 лет, мы будем его строить. Они не будут наваливаться грубой силой, как, допустим, сейчас происходит с Украиной. Так вот, будут потихоньку, потихоньку свое отвоевать. И дальше, и последнее. Чтоб эта страна сегодня не загнулась, ей тоже нужен стресс, который получился, когда императорская Япония решила наказать Америку и разбомбила голову. Еще в Советском Союзе я смотрел фильм, который показывал, как вся страна, вся страна, женщины и молодые люди сдавали сбережения, работали на фабриков, на войну, чтобы разбить японцев. Они их разбили, так, и переформатировали нацию, переформатировали этот, как его, Германию. Спасибо большое. Спасибо большое. Я тут что вам скажу. В оценке консерваторов-либералов тут, да, всякое происходит. И я сам сказал, что последние два года мы многое видели. Но в Азии пока, как ни странно, там все-таки еще какая-то разница между ними есть. И там даже либералы, ну, так скажем, более консервативны, чем многие европейские и американские консерваторы. Ну, я сужу, судя по тому, что вижу, мне рассказывают, читают, так далее, по Японии и той же самой Южной Кореи и Тайвань, где экономические свободы гораздо более развиты и где сознание того, кто является угрозой и опасностью, есть, и где достаточно разумная и жесткая иммиграционная политика, скажем. Поэтому здесь вот я могу себе, я считаю, позволить такой осторожный, конечно же, оптимизм и предположить, что южнокорейский консерватор действительно может пользу и своей стране, и региону, и посредованно, но Америке, потому что сильная Азия, это возможность Соединенным Штатам меньше тратить денег на ее оборону. Это всегда, в общем-то, хороший момент. Поэтому Южная Корея с сильным лидером, это, я считаю, полезно, и тот же самый Лисен Манн, один из самых уважаемых моих лидеров послевоенных в мире. Ну, а что касается китайцев, да, китайцы, конечно же, граждане такие, что они не уступчивы, могут добиться чего угодно постепенно, из-под тяжка и так далее, но у китайцев есть страна, которую они исторически боятся. Япония, поэтому здесь тоже такой баланс сил он есть, и сильная Япония, она китайцев всегда будет пугать, так что здесь, по-моему, тоже, безусловно. Сейчас мы примем еще один звонок, а но прежде скажите, а не может ли возникнуть такая ситуация, когда китайская народная армия придет на Дальний Восток защищать Китай, китайско говорящих граждан своей страны? Запросто, запросто, и более того, все, что у нас в последнее время происходит, все больше и больше вызывает у меня подозрение, что вот это нынешнее действие, которое я не могу называть тем, чем оно является, чтобы не навлечь на канал закрытие, а на себя, еще что похуже. так вот, все это, чем дольше это что-то продолжается, тем больше мы становимся колонией Китая, это безусловно. Пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте, уважаемый Иван, скажите, пожалуйста, что должно произойти в Америке, ну, я имею в виду типа Порл-Харбор, чтобы вывести эту страну из пачки, ну, это правительство, я имею в виду, и чтобы они перестали прятаться за собственной тенью и начали бороться с этим Гитлером, с новомодным. Да, спасибо, я не знаю, Порл-Харбор это ведь тоже не выход, потому что Порл-Харбор позволил, так честно скажем, Рузвельту отвлечь внимание от его провалов во внутренней политике, что тоже, заметьте, некоторые параллели у нас, да, может быть, Абсолютно. и как бы, я же говорю, Рузвельта не надо идеализировать ни в коей мере, это был очень ловкий политикой, естественно, то, что происходило, он использовал только себе Наполе, и война это не спасение, на самом деле, да, она может обединить людей, но политики ее будут тоже использовать в своих интересах, и это надо понимать достаточно отчетливо. Что может произойти, ну, я, если честно, уже и не знаю, как и что, люди-то у вас есть, политики есть, интеллектуалы есть, консервативные, но как добиться того, чтобы их услышали, и чтобы вы, ну, не вы лично, в вас-то я не сомневаюсь, я имею в виду американцы, голосовали за них, и уже перестали внимать пропаганде, то, что пропаганда страшная вещь, вы можете сейчас судить, по моему высотечественнику, пропаганда везде одинаковая, поверьте мне, и промывание мозгов здесь, оно везде работает, так или иначе, везде может привести, но может не таким последствием, как у нас, но кудручающе. Это проблема, я, у меня, увы, рецепта нет, вот мы так нескромно объединюсь с Сергеем, стараемся что-то делать. Кстати, сказать, ваше оптимистическое заявление по поводу того, что, не дай бог, если произойдет война на территории Соединенных Штатов Америки, объединит народ американский, вот вопрос общественного мнения, о котором я упоминал, показывает, к сожалению, что 60% демократов не собираются защищать эту страну, так что и 38% общее число людей, которые просто свалят, и лишь там 64% сказали, что останутся в стране и будут защищать, но еще раз хочу сказать, что останутся в стране это вовсе не значит, что те, кто останется в стране будут защищать, просто есть какие-то объективные обстоятельства, которые заставят их остаться, но не готовы встать, так сказать, под ружьем, может быть, поэтому даже такое трагическое событие, сомневаюсь, что такое, даже такое трагическое событие сможет объединить всех американцев, а что касается пропаганды и того, как политики используют события, вот сейчас у нас говорят, что все беды, которые свалились на нас экономические, то есть и рост инфляции, которая длится уже продолжительное время, и рост цен на бензин и кризис на границе, это теперь как бы перекладывается, вся эта вина перекладывается на плечи Путина, то вот если бы не Путин, у нас бы ничего подобного не было, прям так и заявляют, путь инфляция, то есть вся инфляция, которая происходит, это в результате того, что Путин напал на Украину, вот так используют политики трагедию, и к сожалению, чем больше длится эта трагедия, чем дольше она длится, тем выгоднее политикам, которые на сегодняшний день стоят у власти, потому что средства массовой информации больше ни о чем другом говорить не могут, о внутренних проблемах не говорят, конвой, который идет многотысячный на Вашингтон-Ди-Си, его как бы не существует, просто нет, как говорится, если в лесу упало дерево, а как говорил Виктор Вольский, этого никто не слышал, значит, этого просто не происходило. Иван, огромное спасибо, к сожалению, времени больше не осталось, но очевидно, мы в следующий раз поговорим еще на эту и другие темы. Да, сразу прононсирую, у нас будет история Байдена и Южной Америки, надеюсь, будет интересно, и еще многое другое, поэтому очень рассчитываю, что все будет нормально, и мы с вами увидимся через неделю. Всего доброго. До свидания.